мы продолжаем второе видео десятый день тренировки мы переходим на цветное просто пачечка карандашей если чем больше у вас карандашей тем лучше но даже шестью карандашами можно это сделать если у вас есть оранжевый и желтый красный тень можно красным или коричневым сделать в общем смотрим на банан бананы разглядываем прищуриваем глазки смотрите теневая часть банана у него нет немножко вот так вот есть чуть-чуть блик да но совсем чуть-чуть но мы его оставим светлым вот здесь оставим светлому были кодестая жёлтым карандашом не видно как рисует ладно и здесь он зеленоватый здесь зеленоватый а вот это темное почти черное можно даже черной ручкой это зарисовать а можно коричневый если у вас есть темно-коричневый мне кажется темно-коричневого нет ну пойдем желтым сначала все закрываем желтым даже вот эту этикетку потому что там желтые желтые бананы нарисованы на этикетке можно ее тоже желтым закрыть я раскрашу как ребенок не мне пофиг я получаю обалденное удовольствие от того что делаю я кайфую от того что рисую я рисую с детства но мне до сих пор не надоело это делать хотя иногда у меня бывают приступы что это без ну такой как бы чем я занимаюсь а потом я начинаю но те кто футбол играют чем они занимаются ну прикольно же мяч гонять по полю а те кто например лазит в горы вот чем они занимаются тоже ничего особо не производит такого а те кто любят стряпать каждый день дома им откармливать свою семью неправильными продуктами чем они занимаются но они кайфуют от стряпни а я кайфую от рисования и я от этого получаю такой восторг и удовольствие что мне кажется я осталась немного в детстве в этом плане в кайфе рисования да и поэтому медленнее старею так мы зелененький добавили поэтому если вы хотите помолодеть возвращайтесь детства будем рисовать и берем опять такой же синенький он мне понравился он хорошо так сделал тени да у меня нет просто не черного карандашика не серого а нет это другой синенький это фиолетовый она тоже хорошо кстати фиолетовый отлично подходит к желтому и будет хорошая тень он считается комплементарный цвет в желтому оттенку что значит комплементарный это надо проходить цветоведение кстати вам интересно по цветоведению лекции если что я могу вам сделать лекции по цветоведению или мини курс по цветоведению можем сделать основу цветоведению и потом так и я захожу помните мы заходим тенью прямо на предмет и делаем тень еще и на предмете вот у нас бананчик этикетку не пропускаем она что же в тени и делаем тень на предмете и потом мне еще хочется добавить теплую тень до такой здесь коричневая то оранжевая тень я поэтому возьму темный темный желтый вот у меня есть и здесь добавлю еще вот это теневое все покрою темным желтым но он что-то сильно-сильно светлый этот темный желтый наверно коричневенький надо еще взять какой-то вот светло-коричневый тоже по пройдусь по нему вот этот нормальный цвет и добавлю вот эту банану оттенок коричневатости теплоты а то очень зеленая тень получилась все у нас нужно тень тень и что еще сделаю да я этот коричневатый еще сюда добавлю чтобы у нас перекликалась тень с бананом банан типа немножко отражается там где лежит и это создаст ощущение общей реалистичности если мы будем смотреть издалека все вот какая красота посмотрите банан лежит мне не хватает тени мне кажется нужно еще темнее здесь сделать я вот думаю чем наверное вот этим коричневым еще пройдусь можно так можно все можно что улучшает наш рисунок так что еще и здесь вот тень зеленая я прям четко вижу какая она здесь темная зеленая у меня нет нету темная зеленого поэтому я зеленый смешаю с коричневым что получился такой оттенок посмотрите какой банан он лежит и я все-таки еще усилю тени еще усилю тень мне нужно более темная тень особенно возле банана вот когда усиливаем тени у нас объем увеличивается и усиливается вот такой банан переходим груши банан можно а еще этикеточку можно нарисовать да у нас здесь же синенькие какие-то синенькая зелененькая этикеточка можно ее покрасить но карандашами это трудно в принципе сделать можно это сделать ручкой или фломастером или еще чем-то под отличный банан шикарный банан мне нравится 100 точек еще можно коричневый добавить жалко что мне нет темно коричневого карандаша в этом наборе можно в принципе взять другой набор и добавить коричневых точек у меня много наборов карандашей было еще больше недавно подарила племяннику. Но это... А и маме подарила набор карандашей. Но мама что-то не рисует. Не знаю. Надо спросить, как рисует племянник, что он там вырисовывает карандашами. Вот какой-то еще с точечками банан. Шикарный банан. Мини-рисуночки у нас такие. Мини-скетчи с натуры. Вы чувствуете, что мы перешли на натуру, да? Итак, какого цвета груша? Я думаю, она очень похожа по цвету с бананом, только на ней больше коричневого. Поэтому мы ее тоже желтым красим всю. Определяем, где у нее будет блик. Глазки прикрываем, прищуриваем, смотрим, где блик. Блик не закрашивает. Я его обрисовываю и не закрашивает. Все грушу закрашиваем желтым. Все грушу закрашиваем желтым. Это будет основа груши. Что теперь делаем? Теперь коричневый нужен, да? Она же у нас больше коричневого имеет. Ну, вот я коричневого добавляю в грушу. Можно вот такими. Чтоб она была не совсем желтая, а такая коричневатая. Светло-коричненький у меня. на простой пищи бумаги тонкой. Это все так получается круто. Представьте себе, какая прелесть. А как будут визжать ваши дети от восторга, если вы так начнете делать? Что мы? Прищуриваем глазки дальше, да? И определяем тень у груши. Где у нас тень? Посмотрите, глазки прищуриваем, смотрим, где тень. тень, тень, тень. Здесь еще свет вокруг. Вот здесь вот свет вокруг. А вот с этой стороны тень. Да? Глазки прищурим, там где темно, затемняем. Тень. С этой стороны тень. Вот. Вот она как идет. Даже можно так вот. Звездочка какой-то, да? Здесь свет, а дальше вот тень. Вот это вот все в тени. И здесь тоже все в тени. И этот карандаш слишком слабый для тени. Я возьму потемнее коричневый. Кстати, на желтый можно наносить фиолетовые тени. Тоже будет очень красиво. Так. Вот такая у нас груша. Скушать ее можно. Сейчас вот очень хочу грушу. Сейчас дорисую и съем. Честное слово. Такая груша. Вообще проснулась утром, у меня были только овощи, не было фруктов. И мне пришлось идти хотя бы, чтобы разнообразить, чтобы не только чеснок и морковку с вами рисовать, а что-то поинтереснее. Пришлось идти в магазин и купить специально фрукты. И сейчас я поняла, что я очень соскучилась по фруктам. Уже несколько дней их не ела. Палочку красим и переходим к тени. А я возьму вообще фиолетовую тень. У меня здесь фиолетовых много. Оказалось, у меня очень на фиолетовый богатый набор. Я думаю, какой фиолетовый взять? Вот такой фиолетовый возьму и сделаю фиолетовую тень. А почему нет? Комплементарный цвет. Уже этот синий, мне не кажется фиолетовым, которым я начала вначале. Сейчас добавлю фиолетовый в банан. В банановую тень. Вот так. Чем меньше вы будете бояться... Крошка, крошка попала. Чем меньше вы будете бояться рисовать, тем лучше у вас будет получаться. Я вам зуб даю. Ой, простите за такое выражение. Чем меньше вы будете бояться рисовать, тем лучше у вас будет получаться. Я вам гарантирую. Потому что, когда мы не боимся рисовать, у нас получается лучше. Когда мы боимся, мы не дорисовываем рисунки. Любой рисунок, который не получился, это недорисованный рисунок. Я думаю, у многих сейчас случится инсайт. Любой рисунок, который вам кажется, что он не получился. Кстати, я сейчас захожу и на грушу. Заметьте, да, я тени соединяю. И на грушу тоже тени, тени фиолетовые на грушу добавляю. Вот. Ну, добавлю сюда еще коричневого, который вот на тени у груши был. Вот. Нет, это не тот коричневый. Я прям чувствую. Вот. Вот этот тот коричневый. Вот такая груша получилась. И мне хочется точечки добавить. У нее там много каких-то точечек, каких-то таких пятнышек. Буду сидеть тыкать. И от этого тоже и получать удовольствие от того, что моя груша превращается в живую грушу. Так, главное не штрихами, а точечками покрывать. И я возьму ручку, потому что в теневой части не видно эти точечки. И добавлю точечек ручкой. Вот. Еще добавлю тени здесь поглубже, посильнее. Где еще темнее коричневого есть? Возьму фиолетовым. Фиолетовым добавлю. Тени поглубже, потемнее здесь. И здесь тоже. О! Посмотрите, какая груша. И я смотрю, здесь голубые тени, здесь синие, здесь фиолетовый. Смешно. Можно добавить синий и сюда, чтобы они хоть как не ночь. Рисунки между собой сочетались. Это получается, что все фрукты под разным освещением. Тени у нас создаются. Тени вообще это противоположное освещению оттенок часто. Но все равно в нем отражается то, что лежит у вас. Ну, например, в данном случае груша. Она все равно отражается. Если вы прищурите глазки, то увидите даже зеленовато-желтый контур вокруг тени. То есть у нас все равно идет отражение цвета, цвета, цвета. На поверхность. Вот. Вот такая груша прикольная, да? Класс! Мне нравится то, что получилось. Я, кстати, хочу желтый тоже добавить вот сюда на тень. И прикольно будет. Супер! И переходим на чеснок. Самое страшное это чеснок. А знаете почему? Потому что он непонятного цвета, да? Особенно для новичков. Ну, какого он цвета? Ну, вот здесь я вижу фиолетовый, здесь коричневый, здесь желтоватый. И он, в принципе, можно его рисовать простым карандашом. Но я добавлю здесь желтый, желтый. Так, и где у нас блики? У нас вот это самое светлое место и вот это самое светлое место. И мы не будем их сильно закрашивать, а вот как раз желтеньким. Потом я возьму коричневый. А, кстати, желтый сюда тоже добавлю. Возьму коричневый и буду рисовать коричневую дольку. Она коричневенькая, да? Видите, коричненькая? У нее здесь свет есть. Ох ты, свет закрасила. Но для этого есть ластик. И сейчас мы ототрем свет. Детский ластик. Очень классный ластик для масляной краски в сухой кисти. Вот, оттерли свет. Здесь будет свет, а все. А по краям, посмотрите, коричневее, коричневее. И там у нас тени, поэтому можно использовать тот карандаш, который мы будем использовать для тени. Я буду использовать опять фиолетовую. Мне понравились фиолетовые тени. Поэтому я делаю вот так вокруг коричневее. Да? А там захожу фиолетовым. Вот. Самую тень. Делаю внутри фиолетовым. И фиолетовым немножко. Это все, кстати, тоже покрываю, чтобы он не был таким желтым. Этот зубчик. Вот такой. Пусть будет такой. У меня нету. В акварели все намного проще, потому что там можно смешивать, да? Здесь смешивать не получается. Вот такой коричневый. Во! Вот от коричневого больше подходит. А то этот желтоватый. Так, дальше у меня... Я сделаю все коричневым. И здесь у нас тень. Тень, 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 тень. Вот такой красно-коричневый какой-то нашла. И он как раз подходит по оттенку. Здесь коричневеньким сделаю. Здесь торчит такое. Я, кстати, зубчик еще раз пройду, потому что мне не нравится, что он же желтый какой-то. Здесь, там все тенюшка, все закрашу. Все. И теперь прищуриваюсь и смотрю, где ямки. Вот ямки теневые. Там крашу. Где ямки теневые. А где свет, оставляю такого оттенка. Все. И еще сверху, конечно же, фиолетовый мой. Фиолетовый. И фиолетовый здесь. Фиолетовый. Здесь фиолетовый. Здесь тоже фиолетовый. Посмотрите, какой фиолетовый. Тоже фиолетовый. И здесь тоже фиолетовый. вот такой чесночок здесь тоже добавлю фиолетового то это только почему-то осталось без внимания как-то странно тоже добавлю сюда коричневого и теперь я смотрю где еще тень темнее и вижу что вот на этой дольки я пришел глазки тоже вижу что здесь тоже тень поэтому сюда тоже добавляю фиолетовый все вот такая вот такой пусть будет чесночок у меня вот такой и можно еще усилить но я добавляю тень и захожу тоже на чесночок с теневой стороны захватываю немножко так и добавлю синего в синего 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 тоже захожу на чесночок захватывают теневую часть чесночка вот такой вот чесночок получился у нас правда похож да ну что то есть что то есть похоже можно еще синеньким тенюшки по добавлять тени синеньким здесь где-то еще утемнить вот вот такой вот разноцветный чесночок порисуйте такие маленькие скетчи я думаю вам зайдет ну 10 15 20 минут не больше пока интересно только перестает быть интересным и радостным сразу переставайте идите отдыхать и потом можно еще раз порисовать может вечерком и тогда ваш организм скажу прикольное занятие и меня не заставляют напрягаться мне нравится просто поразвлекаться иногда этим занятием и тогда он скажет это хорошо и будет учиться рисовать с удовольствием пока пока с вами была мила наумова те кто хочет начать рисовать акварелью я для вас выложу шпаргалку по акварельным краскам и вы сможете посмотреть там у меня pdf и еще по моему несколько видео про то как смешивать краски получать разные оттенки с вами была мила наумова а если вы еще не с нами то включайтесь все уроки у нас есть нашем телеграм-канале ссылочку я оставлю под видео пока 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 до встречи в следующем уроке